Всем привет, дамы и господа! Буэнос диас, амигас! Ну что, отец Павел? Отец Дмитрий, это сейчас вы в кадре, поэтому вы должны трещать и всё делать. Отлично, ребята! Сегодня мы решили сделать обзорчик, всё-таки не алкоголя, а чего? Отец Дмитрий, у меня прям вот все фибры вибрируют от ожидания этого интересного обзора. Сейчас я вам продемонстрирую, что мы решили обозреть. Мы решили продолжить обозревать наши сухпайки. Так, да-да-да, я вижу, вижу. И, по-моему, это номер два вариант. Вариант номер два, но это не грязенский. Сейчас я вам прочитаю, что это у нас. Это у нас уже производитель Инвестбиотех, город Киров. О, кстати, да, другой. У Иса Мельникова. Так, он большой. Поставлю пока его сюда. Ну, и одновременно с этим мы решили на самом деле всё-таки обмыть кое-какие вещи. Да. Потому что я относительно недавно закончил свои курсы, получил несколько курочек и диплом. Почти образование выше ещё одно. Ну да. То бишь, попробуем сегодня продегустировать ту вещь, которую я сейчас пытаюсь вам показать. Так, это Беллс, я смотрю, написано. Такой британский флаг. Да. Беллс. Беллс – это вискарь. Что я могу о нём сказать? Вискарь как вискарь, наверное. Вискарь как вискарь. И единственное, что я интересно могу сказать, что ты, походу, единственный вискарь из известных, который я не пил. По-моему, мы ещё с Беллсом такого интересного чувака забавно встретили. Ой, давайте на самом деле не говорить про него, а то он нас вспомнит и ещё и увидит. А, да, хорошо, хорошо. Так, короче, ребята, обмывать мы будем вот удостоверение по электробезопасности и удостоверение водителя напольного транспорта. Соответственно, отец Павелл, давайте я вам передам, чтобы они здесь не злились. Если я спрячу себе. Так, ну что, начнём? Да, 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 конечно. Как-то хрустит, зачем оно так прям вот. И что? Ну, вы знаете, просто понюхайте, понюхайте. Хорошо, спасибо. Пахнет. А я на самом деле не спец вискаре, поэтому ничего не могу сказать. У меня есть два любимых вискаря, говорить какие они не буду, потому что, чтобы потом их обозреть. Итак, наливается на два пальца, правильно? Да, вроде должно быть. Сколько там? Двойной виски называется. Давайте попробуем. Так? Да, похоже, что так. И так. И вот так, да. Вроде ровно, да? Да, мне где поменьше, если что. Ну, скажите, правый или левый? Я вам дам. Ну, левый. Левый, да. Который левый. От вас. От вас, да. Так, ну, покажем ТТХ небольшой, соответственно. Не знаю, видно, не видно. Нормально, нормально. Оно в бокале прям плещется. Отец Павел у нас не запивает, а я все-таки из-за своей небольшой болезни горло. А мы чокнемся или не? Конечно, чокнемся. Давайте на камеру. Давайте попробуем. Что это такая за еда? Не, вы знаете, не то чтобы он плохой. По креплому алкоголю-то вы у нас специалист. Ой, ёфа, швы. Не, ну он относительно приятный, кстати. Хотя, если честно, не очень. Ага. Но вот это икута мне вообще не понятно. Блядь. Ой, ёблядь. Что такое, отец Павел? Ты скрутил меня, пиздец. Вы знаете, мне напомнил этот вкус паленого вискаря Black Label, если честно. Может быть, кстати. Паленого вискаря Black Label похожий вкус. Не, вот это вот, скажем так, чуть-чуть получше. Ну, отец Павел, давайте. Ой, господи, я не знал, что у вас язык докасается до Адамова яблока до КНК. А у меня на самом деле язык очень длинный. Не в смысле длинный, а длинный по размеру. Конечно, не как у Джина Симмонса, но тем не менее, если... Так у Мега Джаггера, да? Это Джулия Робертса. Нет, у них именно пасть большая. Если язык длинный, чтобы куни делать, когда... Ой, Павел, всё, начинается всё. Хорошо. Ну, ладно, давайте, отец Павел, хотя бы вердикнём этот вискарь. А я не спец, на самом деле. Вискаре... Ну, вот насколько вам понравился он? Я видел, что у вас... На тройку, наверное. На тройку? Да. Нет, я пробовал на порядок хуже вискаре. Из серии White Horse, какой-то там гусь. Вы знаете вот эту череду вискарей, вот эту серию, где просто всякие животные? Не могу особо представить. Вот, а эта серия моя самая нелюбимая. Я им всегда... Травился? Нет, вискаре мне потравишься, если честно. Это не та паденая музыка, про которую я рассказывал. Вы знаете, я поставлю ему 4 балла. А, ну, выкрыли 4 балла. Меня он ничем не впечатлил. В принципе, это как такой средний самогон. На вискаре это и есть самогон. Ну, Джин тоже самогон измажирел. Рома, это страшно. Мажирел, это хорошо. Самогон, ну, всё, считай, самогон. Как бы, самогон из древних времён перерос в такие национальные напитки алкогольные. Угу. Вискарятор. Ну, по сути, да. Тот же рома же с сахаром тростник и прочее, прочее, прочее. Кроме ламбуле тоже, по-моему, самогон ещё тоже. Ну, давайте, отец Павел, я тогда уберу стакаршечку, бутылочку. Если вы хотите, я вам налю просто... Нет, не хочу. ...на эквечивание. Вы лучше себе налейте. Для храбрости перед собой. Уважаемые телезрители, если вы заметили, я сижу в футболочке с вот таким вот танком. Просто... Панзер, Камфваген, Зекс. Просто, видимо, я не смог уговорить отца Дмитрия, одеться в футболку с автоматом Калашникова и Т-34. Ну, это неважно. Ну, раз уж я в такой футболке сижу, я всё-таки одновременно являлся задротом World of Tanks. Сейчас, правда, уже 4 месяца не играю, слава богу, ибо... Заебли ей-богу. Надоело. Правда, надоело. Когда особенно зарабатываешь 6-7 фрагов, твоя команда сливается. Идите вы нахуй. А давайте я скину все наши видосики прямо вот тут. Все три штуки, которые... Да, 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 можно. Вот они будут. Вот так. Вот так они будут. Вы с чего заходите и учитесь нагибать от отца Дмитрия. Правильно. Да. Новые видосы, наверное, выкладывать не будут, потому что, как уже сказал, танки меня заебли. Ну что ж, не буду, что вы лукаем. Лукавого шерсти. Да. Будем всё-таки опозревать, ради чего мы сегодня собрались. А именно, сутпайка. Вот этого. Для этого у меня есть специальный инструмент. Вызывается он, как отец Павел? Цемачете. Цемачете. Цегарный. А ты, извините, вы его прям, так сказать, как мачо срубили вверх ухтем. Вот такой он. Отец Павел, давайте вам что-то берем. Вам нужен пакет. Спасибо, что я выброшу на выходе. Ну что ж, начнем на самом деле. С чего будем обозревать, отец Павел? Наверное, то, что лежит наверху. Это вот такая штука, да. Это горелка, что ли? Это портативный разогреватель. Спички, сухое топливо. Ну и сама горелка алюминиевая. Да, я вижу. Отец Павел, там на нижней камере видно, нет? Да, видно, видно, конечно. Так. Ну, в принципе, этого у нас всегда хватало. Хотя спички какие-то вообще кривые на это расположили. Наверное, экономят. Да, мне тоже так кажется, да. Давайте посмотрим. Вот тут просто на меня смотрят два пакетика. С чаем? Это майский чай. Майский чай. Да, отлично. Блин, а у меня тремор все-таки. Все равно, но чай в пакетиках, это не чай, я скажу сразу. Так, вот это мне не понятно, что это. Шоколадка, наверное, какая-то? Это жвачка, прикиньте. Такая жвачка? Жвачка с танком, как раз не зря. О, слушай, блин, действительно, да-да-да-да. Я не знаю, видно, нет? Вот, да-да-да. Это раз такие вижу. Да, слушай, классная тема. Обычно стиморолы у нас были или диролы, что там? Стиморол. Стиморолы были в сухпайках в прошлом. Она с вкладышем. Ну ладно, я сейчас Павел попозже, давайте. Давайте дальше обозреем. Ну ладно. Там кека 2,6. Вкладыш концепт покажем. Блин, хорошо. Так, еще у нас два перчика. Не знаю, видно, нет? Да, видно, я еще себе могу взять. Ты вот острый не ешь, вроде бы. Острый не ешь. Вот это я вот тоже не употребляю. Кофе растворимый. Это я понял. Так, стандартно набор декадовые салфетки белого цвета. Не камуфляжные. Не камуфляжные. Камуфляжные у нас только один раз попадались, кстати. Хаки у нас, хаки были, по-моему. Хаки. Декадовые ложки, но ложки, если честно, мне вот эти не нравятся. Тоже не камуфляжные. Забить врага ими нельзя. Ну вот в американских МРЕшках, это звездец у них ложки, ими можно там стены проламывать. Это что у нас? Это у нас инструкция. Колеса есть? По использованию... По пати спайл. Да все, доберемся, не волнуйтесь. По использованию индивидуального рациона питания. Ну как и рекомендуется, что, во что и как, в какие ротовые щелевые полости это употреблять. В какие щели это? Вот, например, написано, сахар добавляет по вкусу. Правильно? А поливитамин употребляет во время приема. Чего? Завтрака. Средства для обеззараживания питьевой воды пользуются, соответственно... А, значит здесь есть средства для обеззараживания воды. Хотя они не нужны. Прячься, мы прячься. Давайте начнем. Не знаю, может кому видно, кому не видно. Ладно. Здесь что? Если что, потом зафоткаем. Вот это, кстати, полезная таблетка, уголь активированная. Жрется я нисколько, на 5 килограммов веса она таблетка или на 10 килограмм? А, я не помню, кстати, это при дрестухе, по-моему. Ага. Ладно, держите, отец Павел. Так, что у нас тут еще интересного есть? Еще таблетки. Нет, это соль. А, соль? А, цесиль. Цесиль. 3 грамма. Если это был бы кокаин, у меня бы в руках была 30 тысяч рублей. Хотя, может, сейчас подорожало, не знаю. Санкции, хуянцы, да, наверняка. Ух ты. Два перца, три соль. Не, не, не. А, да. Я просто смотрю вот то, что мы... Бля, слушай, мобильный телефон. Сейчас, давай мы выключимся, секунду. Хорошо, отлично, давайте. Ой, бля. Да, мы продолжаем. Супалу позвонили. Очень важный вопрос. По срочному делу, да. Ну, типа, я как из этих стаканов пить была, клавит. Они же... Чиз трубку. Они же квадратные. Чиз трубку пьешь, берешь так по-эстетски, чиз соломинку. Ну ладно, продолжим. Да. Следующее, что мы обнаружили в пакете, это три освежающих. Как адаптопиты, наверное, да? Это освежающие салфетки. А-а-а, точняк, да-да-да-да, чтобы жопу подтирать когда-то. Это руки подтирать. Ну ладно. Дезинфицировать. И, соответственно, мы еще нашли две сили. То есть, соответственно, их пять получается. Те же пять граммов сили. Еще один перец, то есть, получается... Три на пять. Нет, я спаю, был сам все-таки адаптопитный вискарь, честно. Ну вот. Можете еще налить? Я сам, наверное, не вам узабатывал меня. А колду у меня? И что из этого? Давайте продолжим дальше. Дальше у нас идут галеты... Армейские, наверное. Старт. Они называются Старт. Не знаю, видно, нет? Видно, видно, да. Причем, кстати... У нас это четыре упаковочки. Ну, как стандартные, четыре упаковки этих галет. И на этот раз они без всякого звездчика. Амуфляжа, да? Без пафоса. Посмотрим следующее, что у нас идет. Что в случае идет? Два одинакового джема. И оба они клюквенные. Хм, клюквенный джем, по-моему, у нас это... Ну, только яблоневый и яблочный. Яблоневый и яблочный. Следующее, что у нас идет... Шоколадка. Нет? Это конфеты. А, конфеты? Конфеты хрустящие с арахисом. Я в первый раз таки вижу с лимона. Ну, я могу взять. Себе. Следующее, что у нас идет, отец Павел, вы наверняка не видели, но у нас сахар сменился. Вот такие темы. Вот это два не сахара я уже вижу. Это сахар у нас... Сахар не сахар? Тростниковый может быть сахар еще? Распасован по пять грамм. Вот такой, не знаю, видно, нет? Давайте посчитаем, сколько его. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Было бы тринадцатый, было бы круче. Слушай, ну, по-моему, после этого сухопайка может что-то... Шестьдесят грамм всего, да? Слипнется... Или сколько получается? Слипнется по-любому. Двенадцать умножить на пять. Шестьдесят грамм, да. До украинского сухопайка опять не достает. В украинских, по-моему, восемьдесят или сто. Кстати, телезрители с Украины, напишите, сколько сахара у вас в сухопайках. Я знаю, вы нас смотрите больше всего. С всех стран, кроме России. Так что напишите, пожалуйста. Я знаю, вас четыре тысячи человек. Точнее, четыре тысячи просмотров, а сколько человек, не знаю. Может, один смотрит четыре раза. Четыре тысячи раз. И вот очень странная тема. Кофе из Италии. Написано. Точно из Италии? Ну вот, прочитайте. Я посмотрю. Вот такой кофе из Италии. Слушай, да, действительно, это очень забавная вещь. Я впервые ее вижу. Кофе из Италии. Ну, блин, это быстрорастворимый кофе, наверное, не молотый. Бля, чай из Германии. Чай из Германии. Я вот вообще не понимаю. Чего за херня? Это кофе или чай? Кофе или чай. А может, это все вместе? Бля, слушай, а пахнет какой-то хернёй, как юпи-хуи. Да, оно пахнет, как зука. Да, да, да. Это, слушай, это, наверное, адаптопит и есть. А, да? А там есть адаптопит? Нет, я больше ничего не вижу. А, ну, как адаптопит, скажем. Давайте перейдем к основным блюдам тогда. Ну, это пахнет, на самом деле, вот именно вот этим концентратом, который есть. Давайте посмотрим, что у нас из консерв. Да, из самого вкусного. Да, давайте посмотрим. Очень странная сухопайка, на самом деле, нет никаких других уже, тупо консервы. Вакуумов нет. Паштет из куриной печени. Ну, если что, я могу съесть. Спасибо. Павел, мы все прекрасно знаем, что вы можете всё сожрать. Ну, да. И посмотрите, какое тут разнообразие сейчас пойдёт. Что там? Тушёнка из говядины. Хорошо, хорошо, да, да, да. А кто производит, интересно, всё это дело? Роском, наверное, или кто? Кировская область. Город Яранск какой-то. Так, и какие-то консервы тут полузасранные. Походу, там у них что-то... А, ну, нас завалялись, наверное, в магазине, чтобы не пропадали. И вот ещё одна консерва с той же самой коровкой. Она называется уже каша рисовая. Каша рисовая. Так, то гречка, то рис. Там гречка была? В прошлом, по-моему, была гречка. Нет. Нет, я говорю, в прошлом консерве, что это просто тушёнка была. А, рис, рис. Просто тушёнка была. И вот моё самое любимое, но что большинство людей чего не любят, та же самая коровка, конечно, но каша перловая. Перловка я обожаю больше всего. Шрапнель ещё по-другому не знаю. Да, 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 если правильно сварить, то будет шрапнель. Так, ну-ка, кто это производит? Тоже Яранск, Росинка. Кстати, у моей знакомой тоже ник такой. Росинка. Ну да. Вот та самая засранная, на самом деле, консерва, она была изначально засранной. Как видно, по следам от этой банки. Она вся в масле и в каком-то говне. Так что так. Ну, как вы видите, на самом деле, сахпаёк не очень-то разнообразный. Потому что в прошлом у нас были всякие... Что там было? Всякие намазывающиеся хрени, всякие... Сыры, плавленные для кальманафора. Сыры, плавленные... Как там эти... Тевтильки, кабачковая икра, рагу и всё остальное. Слушай, есть такое, кстати, меню, которое я ни хуя не могу разобрать по шрифту. Я тебе сейчас, давай, отдам. Да я уже посмотрел его. Я ни хуя не могу разобрать. Потому что там даже непонятно, сколько калорий вообще содержится, и какая килограммная нагрузка на организм будет после всего этого употребления. Не, ну, уважаемый физерик, я, конечно, вам продемонстрирую. Но здесь просто вообще ничего не разобрать. Потому что мало того, что шрифт мелкий, он съехавший. Да, да, да. Это специально, чтобы не знали, сколько сожарил он. Заявочный вес этого сухпайка 2 килограмма 100 грамм. Ну, хорошо. Ну, как отец павел вам сухпайок? У нас, мне кажется, прошлые были лучше. Да, прошлые были получше, кроме шпика. Вот шпики... Да, это ума всех, и его даже кому не дают пробовать, все говорят, что это самая отвратная хрень. Отец Павел, давайте что-ли выпьем, на самом деле, с вами слегка. Ну, хорошо, да. Немножко. Это как бы такая разгрузка после сухпайковой... Разгрузка после напряга. Да. Ох, как я... Блин, я только подумал, что ты бокалы кверху донышками поднял. Нет, я не почувствовал. Смотрите, они как раз вот здесь вот такие. Ага. Да. Со скользящей поверхностью. Очень интересно. Вы знаете, мне кажется, этот сухпайок самый вкусный сухпайку, с которых мы обозревали. Потому что остальные были более-менее веселые. Я не буду на два пальца наливать, отец Павел. Да, хорошо. Просто так вам. Это бокалы для барной стойки. Мир, потому что по барной стойке... Хуяк, глядь, и не такой мудилы ловят в конце. Почему мудилы? Мудилы, может быть хорошим человеком. Хорошо. Мучас грасиас. Гаргарфис. Давайте, отец Павел. Не, ну вкусный сухпайок, согласитесь. Ой, я опять запью. Ну что, вискарь, три с вашей стороны, четыре с моей? Да. Ну ладно, ребята, вы видите, сухпайок на самом деле. Так, мы дегустировать его не будем, а то нахрен мы тут нажрёмся. Да и съем, не пусть. Идите нахрен, отец Павел. Ну ладно, наверное, нам надо с той... Стоит взять в следующий раз другой сухпай, более интересный. А если у вас есть, ребята, лишние сухпайки, то присылайте их к нам. Съедим всё. Давайте, ребята, до новых встреч. Мы с вами закругуляемся, ибо я сейчас уже описываюсь. Отец Павел. Всё сами и узнав. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok